Да, мои господа, перед вами сейчас будет техническое обслуживание Honda VRX. Я могу сказать даже сейчас, что это лучший VRX, который я когда-либо видел и делал. Данный мотоцикл был куплен владельцем с аукциона. Но самое смешное заключается в том, что владельц его даже не видел. То есть там история, что его дистанционно по доверенности поставили на учет, он ставил на хранение, владельцем не было времени на нем ездить, там туда-сюда. И в итоге он дождался очереди у меня. И вот он дождался. И что я могу сказать? Ну, это будет обслуживание из разряда, когда мы пытаемся из хорошего сделать лучше. Нет, понятно, что все жидкости там надо поменять, так как мотоцикл аукционный. Но вы посмотрите на состояние мотоцикла в принципе. Суппорт, он не заклинивший. Тормозной диск, он не изношен. Спицы не гнилые, никакой паттер-краски нету. Практически идеальнейшая вилка. То, за что готовы продать душу владельцев RX, это полностью заводской выхлоп без единой коцки. Абсолютно ни одной коцки. То же самое у нас с крышками. То есть почти нигде не полез лак, несмотря на то, что мотоциклу уже 30 лет. Да. Он полностью комплектный. У него нету подсек. У него родной чехол. Он полностью весь работоспособен. У него даже не залипает... Ну ладно, залипает. Ну да. Плохо работает. Ладно, это я уже погорячился. Вот. Но мотоцикл на самом деле в прекрасном состоянии. Если верить приборке, тут у нас пробег 24 тысячи, грубо говоря. Я, конечно, в это не верю. Но тем не менее. У него даже рама глянцевая. И вот нет вопросов. Но что мы будем делать? Владимир сказал, что я хочу сделать, как я видел в своих видео. Соответственно, мы полностью делаем обслуживание. То есть переборка вилки, рулевой, пультов, тормозов, антифриз, масла, карбюратора. Короче, все от и до. Чтобы в дальнейшем ездить спокойно и не ломать себе голову о том, что вот что-то где-то случится, отвалится и так далее. Нет, конечно, может случиться. Но оно и с новой техникой может случиться. Но как бы снизить процент возникновения какой-то непредвиденной ситуации или поломки. Конечно, дело хорошее. Еще здесь есть прекрасная ручка. За нее я смогу его перемещать, когда он будет вывешен. Вот. Это тоже потрясающе. Ну, так что вот такой вот мотоцикл. И сейчас мы его начнем потихонечку ковырять. Начинаем работать с передних тормозов. Ну, на самом деле, тут все не так безрадужно. Как бы, ну, я видел намного хуже. Ну, есть вот такие вот окислы на пальце. Есть немножко окислов на поршнях. Колодки несиновские стоят. Такие чуть подржавели. Но это абсолютно ни на что не влияет, на самом деле. В общем-то, все-таки ослуживание этому мотоциклу нужно. Но все не так страшно, как обычно бывает. Поэтому с этим совсем можно жить, мириться. Да и ничего страшного по факту нету. Вот. Ну, с машинки пока только зеркало снял. Тоже будем разбирать, смотреть. Но я уверен, что там состояние тоже будет весьма неплохое. Так что сейчас разбираем, посмотрим, что внутри. И после этого будем чистить ультразвуком. Разобрал суппорт. Ну, нижний поршенек чуть под закисший. Вот на нем вот эта вот непонятная тормозуха. Точнее, то, во что она превратилась. На его же нижнем уплотительном кольце такая же каша. Ну, а в остальном ничего интересного. Направляющие не ржавые. И даже остатки смазки есть. Вот. Так что все это сейчас закидываем в ультразвук. Чистим ультразвуком. И будет у нас суппорт в состоянии нового. Но поршни еще полирнем, понятно. Тормозную машинку снял. Сейчас разберем, посмотрим, что там у нас внутри в ней творится. Ну, я думаю, тоже ничего страшного. А суппорт, собственно, мы отправляем в ультразвук. И пусть он там у нас блаженно варится. Очищаясь от всего того гермица, которое на нем скапливалось, не побоюсь сказать, десятилетия. Вот. Несмотря на то, что мотоцикл в отличном состоянии. Как бы обслуживать, надо не забывать. А вот если вот так вот сходу, с пылу, с жару взять и типа сел, поехал, то через годик, ну, если ничего не случится, то мотоцикл превратится в типичный мотоцикл в России. То есть это просто непонятный кусок железа. Вот. Можно, конечно, применить другое слово, но пусть будет так. Так, в общем, все это закидываем и включаем трещалку. Беру слова и слова обратно. Тормозной машинке плохо. Пыльник рваный. Такое вот сгнившее стопорное кольцо. И здесь гнилой поршень. Сейчас как-то надо все это выдирать, смотреть, что с этим можно делать. И будет решаться вопрос ремкомплект, или все-таки мы сотворим чудо в очередной раз. Разобрал полностью машинку. Ну, короче говоря, резинки по всем признакам живые, а вся ржавчина перла отсюда. В чем проблема? Проблема в том, что ремкомплект купить не проблема. Но дело в том, что ремкомплекта самого поршня не будет. Как правило, почему-то вот так вот на шадовке. На Сузуки, например, на какой-нибудь джибель, там полный комплект. А здесь вот будет ни хрена. Поэтому, наверное, сейчас сначала почистим ультразвуком, а потом будем смотреть, сможем мы или это спасти и делать уже какие-то выводы. Я тут чуть-чуть подразобрал. Ну, вилку снял. Во-первых, что меня радует? То, что колесная ось даже смазана. Это невидаль какая-то. Помимо всего прочего, рулевая не клинит. Вообще мягенько работает. Идеально просто. Вилки болты некие не закисшие. И, судя по отсутствию следов инструмента, вилку вообще никто никогда не разбирал. Что меня тоже, несомненно, радует. Вот. Да и, в принципе, двигаемся дальше. Будем чистить суппорта, там туда-сюда, машинку. А за это время пока что можем смело разобрать вилку, подготовить ее. Ну, и так по ходу пьесы будем двигаться. Подготовил вилку к разборке. Ну, в общем, что здесь у нас? Ну, пыльники 100% полопанные. Ну, и зеркало вообще в идеальном состоянии для VRX. Ничего страшного, я думаю, нас не ожидает. Даже болты не закисшие. Ну, я говорил, ось помазана. Так что сейчас все это дело разбираем. Надеемся на то, что никаких сюрпризов нас там поджидать не будет. И просто спокойно, без каких-либо напрягов, мы переберем вилку. Итак, разобрал вилку, помыл ее и подготовил к сборке. В общем-то, по вилке абсолютно ничего страшного нету. Внутри она в прекрасном состоянии. Даже масло вот это вот красненькое было. То есть никакого шлака, грязи, сработавшейся фрикционной, ничего этого не было. Направляющие в прекрасном состоянии, менять их нет смысла. Ну, как и нет смысла менять хорошее на новое. Поэтому сейчас можно будет ее подсобрать, чем мы и займемся. Видео по переборке вилки от VRX уже давно есть, кому надо найдут. Ну, и, собственно, дальше мы ожидаем сальники, пыльники и масло, и окончательно ее дособерем. А еще у нас колесо переднее. На нем надо протянуть спицы. Удивительно, на нем резина 2019 года, но нет ни одного балансировочного грузика. Так что, как минимум, мы его зажмем, покрутим спицы и, ну, отбалансируем по-людски. Потому что без балансировки ездить нельзя. Одно перо подсобрал, сейчас соберем второе точно так же, вкинем направляющие и, в принципе, отложим вилку, пока не прибудут сальники. Поколдовал немножко с передним колесом. Короче, резина у него 2019 года, оказывается, ну, достаточно свежая. Она не так потрескаешься, ничего с ней нету. Вот. Даже было ровное. Я только протянул спицы, после довел. И, в принципе, на этом все. Ну, я отбалансировал. 30 грамм повесил. Это не так много, но и не так мало, чтобы на это забивать. Так что, все двигается и очень даже успешно. Ну, а что касательно суппортов машинки, все это там в ультразвуке жужжит, трещит и чистить это еще долго. О великих продвижениях с VRX. Значит, суппорт, он почищен ультразвуком. Поршня даже полировать не пришлось. Тут нет ни следов тепловых прихватов, ничего. А внешне вся вот этот вот налет, он счистил все. В остальном с ним все хорошо, но ничего интересного. Палец стал таким, вот, и так далее. По тормозной машинке. Короче, все, что было ржавое, оно подбивалось. Остается вопрос, жива ли уплотнительная резинка. Вот, и если уплотнительная резинка жива, в чем я, ну, в некоторой степени сомневаюсь, то тогда все хорошо. Вот, и останется решить вопрос только с пыльником. Ну, если нет, тогда будем что-то придумывать, искать ремкомплекты и так далее. Разобрал рулевую колонку. В общем, здесь абсолютно ничего интересного. Заводская сборка, заводская смазка. Такая себе уже, но ни следов коррозии, ни выработки нет. Поэтому все это помоем, почистим. И слава богу. И ровно та же история у нас будет с редуктором-свидометра. То есть разберем, вместе с тросом все это помоем, почистим. И будет красота. Вот. Так что такое небольшое включение у наших великих продвижений. Ну, а суппорт и машинку будем сейчас собирать. Итак, подсобрал суппорт. В общем-то, все это собрано... А вот так, наверное, где. Что ты, ё-моё. Вот. Все это собрано на смазке для направляющих. Медной смазкой смазано. И все, что необходимо, у нас защищено от коррозии. Вот, собственно, такими, не сказать, что сильно хитрыми движениями, у нас суппорт становится полностью собранным. И, самое главное, работоспособным. Но, как бы, работоспособность суппорта заключается в том, что в какой-то момент времени он сработает так, как надо. И вы, возможно, благодаря этому останетесь живы. Поэтому, как бы, тормоза это такая штуковина, вот, на которую никто не обращает внимания. Типа, есть и слава богу. А на самом деле, почему-то все забывают, что от этого зависит их жизнь. Такие вот интереснейшие умозаключения вообще нелогичные ни для кого. Вот. А здесь у нас усё наживлено. Вот, тормозной машинке, собственно. Та же самая история. Здесь всё собрал, медяхой помазал. Вопрос только поиска пыльника. Но у меня всё-таки есть предчувствие, что ни хрена это не будет работать. Поэтому мы пока что соберём как есть. Попробуем прокачать. Если в результате прокачки выяснится, что кто-то где-то там будет давить масло, ой, масло, в смысле тормозную жидкость, вот, то мы их поменяем. Там вроде как предпосылок нету, но как бы, а как бы и есть. В общем-то, сложно мне это объяснить, а может быть я просто докапываю их до деталей. Вот. Таким образом мы дособрали тормозную машинку, дособрали суппорт. И чисто теоретически всё это работоспособно. Но проверим мы это в тот момент, когда мы это полностью установим на мотоцикл. И очень хочется надеяться, что если оно не текло до нас, то не будет и течь после нас. Переходя сюда, тут уже всё не так ярко. В общем, почистил рулевую колонку, всё помыл, замыл, ультразвуком почистил, делать нечего. В общем, всё это у нас замечательно, красиво и празднично. Ну и разобрал редуктор, также всё промыл. И этим мы будем заниматься дальше. А так вот, ну, дособрали машинку, и это хорошо. Начнём с положительного. Я подготовил всё для сборки рулевой колонки. То есть, все подшипники у нас смазкой набиты. Тудым-сюдым, для его права винты намазаны. Редуктор спидометра также и жила троса помазана, и сам редуктор смазан. В общем, передоставь. Снял корпус воздушного фильтра. Во-первых, здесь корпус какой-то странный. Вот этот вот, типа, фильтрик, который должен быть, но его нету, отвечающий за сапун. Тут должен быть поролон, он обычно на переднем цилиндре стоит. А здесь какой-то вообще другой корпус воздушного фильтра. Ну, естественно, герметик по патрубкам весь давно поотваливался. И ещё неприятный момент, это вот этот вот патрубок. Ему прям плохо. Это впускной патрубок, если бы так ездить. Но ничем хорошим вся бы эта история не закончилась. Вот. Соответственно, с этим мы будем разбираться. Ну и у этого мотоцикла, как и, наверное, 90% RX, по каким-то причинам неродной бак. Как мы наблюдаем, бак здесь был когда-то красного цвета. И вообще мотоцикл, вот, видимо, на этой стороне стоял. И правая сторона у него пострадавшая больше, чем левая. То есть вот у нас сгнившая тормозная машинка на тросах окислы. Вот на этом жёлубе, как вода здесь застаивалась, ржавчина. Вот. Собственно, вот такая вот история. Карбюраторы, ну, я снял, но я их пока не касался. То есть тут, ну, короче, в них никогда не лазили. Они вот такие вот, помученные жизнью, окислами и прочим. Воняет из них, конечно, тоже очень интересно. Вот. Ну, вроде как следов насильственной, как сказать правильно, насильственного ремонта я не видно. Поэтому, наверное, будет жить. В общем, всё поэтапно. Сейчас буду заниматься сначала корпусом воздушного фильтра. Ну, и рулевую соберу. А потом уже вот это всё карбюраторы, некарбюраторы и прочие истории. Так. Значит, корпус воздушного фильтра я полностью помыл, почистил. В общем-то, он везде вымыт. Никакой пыли, грязи в нём нет. Полностью это обезжирено. Фильтрующий элемент продул. И, кстати, это корпус отличается ещё и впуском. То есть, тут впуск совершенно другой, отличающийся от тех, что было. Так, мало того, тут ещё трос, который обогатителя, он проходит и закрепляется вот тут. А обычно он просто с той стороны болт... Ну, точнее, вот здесь вот проходит вот эта вот часть. Тросы более длинные. А здесь как-то всё аккуратнее. Я первый раз такой в RX встречаю, на самом деле. Тут даже вокруг мотора нагромождено гораздо меньше. Вот я снял карбюратор и воздушный фильтр, и тут просто нету ничего. А на любом другом в RX, там всякие шланги, трубочки, провода и прочее висит. Вот, пульты, короче, пока что вот рассоединил, снял. Тут вот дохлая муха лежит. Здесь дохлая смазка. Пульт хрен прожмёшь. То есть, пульты мы сейчас будем чистить, полностью разбирать. Ну, а редуктор, спидометр у нас полностью собран. Вот, и готов к установке, собственно. И у нас, в принципе, всё есть для установки, по той простой причине, что пришли сальники, пыльники и масло вилки. И мы можем собрать вилку и, соответственно, поставить перед на колёса, чем мы, собственно, будем постепенно заниматься. Закончил с корпусом воздушного фильтра. Значит, шов герметиком обработал, ну, то есть, внутри впаз, ну, и вот его тут повыдавливало. Всё, герметичность у нас восстановлена. Этот патрубок также уже на герметик клеен, и пока мы будем заниматься карбюратором, всё это высохнет до конца. Патрубок, вот где была трещина большая, всё это я склеил. Можно мять, сжать, ничего с ним не случается. Здесь также всё подклеил. Вот, нагрузки на него никакой нет, он просто от времени, либо от стояния лопнул, поэтому в этом ничего страшного нет. Здесь у нас поролонка установлена, которая должна быть установлена, то есть, это сапун, и сапун должен быть хоть чуть-чуть прикрыт. Разобрал пульты, но пульты я предварительно ультразвуком почистил немножко, чтобы не противно было разбирать. В общем, тут у нас зелёненькие дорожки везде, то есть, всё закисшее, загаженное. Сейчас мы по одному пульту будем делать. Ну и пока мы всем этим будем заниматься, раз уж корпус воздушного фильтра у нас готов, то можем смело собрать вилку, так как у нас для этого всё имеется. Как и говорил, всё подготовлено для сборки вилки. Ну, вилка у нас условно собрана уже была давно, ожидались только сальники и пыльники. Сальники и пыльники я купил. Это у нас Чакин, вот это вот, 56, 132. Уже ставил не раз, всё прекрасно работает. Так что сейчас мы прогреваем посадочные места, оправочка есть, сальники мажем туда и сюда. Масла одного литра хватает вполне, потому что здесь заливается, ну, грубо говоря, 500 в каждое перо и не паримся. Ну и если сейчас всё пойдёт удачно, оно пойдёт удачно, то сегодня, получается, помимо рулевой колонки, которую мы собрали, мы сможем поставить чудо на колёса и оно сможет самоходно передвигаться. Ну вот, ну а дальше, чё, пока у нас чистятся карбюраторы, пульты и вся вот эта вот ерунда, ещё нас ожидают троса, которые вон уютно валяются на полу, туда ему дорога. Но нам ещё надо настроить клапана перед тем, как собрать, и главное это не забыть. Вот, мы продолжаем, и у нас всё замечательно, потому что у нас прокачана тормозная машинка, ну, точнее, тормоза прокачаны, вместе с ним установлены вилка, колесо, суппорт и, судя по всему, это всё работает. Короче, тормозная машинка пока что не потекла, что замечательно. Вот, собственно, если она через пару дней не потечёт, значит, мы просто купим пыльничек отдельно, и всё у нас будет хорошо. Вот, супер, ну, установлен, чё ему будет, и, в принципе, у нас мотоцикл снова оказался на колёсах, что, конечно же, несомненно, замечательно. Поэтому по передней части нам, по факту, остаются только пульты, и у нас вся вот эта вот процессия будет завершена, что, несомненно, огромный плюс всего этого мероприятия. И, соответственно, сейчас далее у нас по плану, ну, пока чистятся пульты, мы будем перебирать карбюратора. Да, это у нас следующий этап такой интересный. Да, много чего тут ещё интересного, и тросы, на самом деле, но всё двигается, и двигается весьма неплохо. Единственное, что меня расстраивает во всех этих историях, то, что мне придётся делать, вероятнее всего, второй раз, то, что я не хотел делать больше никогда. А это дуги. Вот, очень-очень сильно меня человек смотивировал, скажем так, чтобы я сделал дуги ещё одни на VRX. А я делать не хочу, честно, вот, даже там, ни денег, ничего не надо, просто вот не хочу. Но, всё-таки мотивация его была намного сильнее, чем моё не хочу. Поэтому, собственно, будут ещё одни дуги на VRX. И ещё одних, вероятнее всего, не будет, потому что никто так сильно меня не смотивирует. Вот. Короче, такая история. Так, подготовим сразу карбюраторы к разборочке. Этим мы будем заниматься завтра. А так, конечно, у нас всё чудесно. Мотоцикл скоро будет жить. Вот. Разобрал карбюраторы от VRX. Ничего как-то интересного особо нет. Ну, есть какая-то рыхлая грязь поплавковых камер, есть грязь под мембранами. Ну, учитывая то, что впускной патрубок был, мягко говоря, не герметичен, неизвестно, сколько так ездили. Наверное, это даже и меньшее, что можно было ожидать. Вообще, как-то я ожидал гораздо какого-то большего трэша. А нет, даже мембраны без трещин, без сквозных. И, в принципе, эластичные. И пока что я даже не считаю нужным их менять. Короче, просто чистим ультразвуком и собираем обратно. Как-то ноль интересного. Почистил я пульты. В общем-то, вот так вот все у нас замечательно, красиво и бесподобно. Сейчас чуть-чуть подсохнет влага. Будем набивать смазкой, но смазывать контактные группы и собирать. В свою очередь, я снял троса газа и трос обогатителя, чтобы почистить вот это вот все окончания, скажем так, ультразвуком, дабы потом уже смазать, чтобы вот эти вот окислы здесь поотбивать. Вот и всякую дрянь, что будет весьма неплохо. Так что вот такие у нас грандиозные планы с тросами. Ну и соберем пульты. Ну и, собственно, продолжаем. Значит, пульты уже собраны, смазаны, чистенькие. И остается их только собрать. Ручку газа и вот тут вот все, что касательно троса обогатителя, также почищено. Ну и тросы после ультразвука висят, ну, что называется, обтекают, сохнут. Потом мы их через смазчик помажем и будем все это собирать до кучи. В принципе, уже остается, ну, не так уж и много на самом-то деле. Вот. Так что, в принципе, все идет вполне себе в нормальном ключе. Никаких проблем пока что дальше не наблюдается. Да и, в принципе, наверное, уже и не будет. Вот все, что могло быть, оно уже случилось. Ну и в основном вот только с передней тормозной машинкой некоторые вопросы были, а в остальном все хорошо. Ура, наконец-то пульты полностью собраны. Контакты все вот эти вот, они в синенькой смазочке. Это смазка для клемм АКБ, но она сюда для контактов прекрасно подходит и работает. И на этом, собственно, переборка пультов у нас закончена. Разобрал карбюраторы от VRX. Просто ничего как-то интересного особо нет. Ну, есть какая-то рыхлая грязь поплавковых камер, есть грязь под мембранами. Но, учитывая то, что впускной патрубок был, мягко говоря, не герметичен, неизвестно, сколько так ездили, наверное, это даже и меньшее, что можно было ожидать. Вообще, как-то я ожидал гораздо какого-то большего трэша, а нет, даже мембраны без трещин, без сквозных. И, в принципе, эластичные. И пока что я даже не считаю нужным их менять. Короче, просто чистим ультразвуком и собираем обратно. Как-то ноль интересного. Почистил я пульты. В общем-то, вот так вот все у нас замечательно, красиво и бесподобно. Сейчас чуть-чуть подсохнет влага. Будем набивать смазкой, но смазывать контактные группы и собирать. В свою очередь, я снял троса газа и трос обогатителя, чтобы почистить вот это вот все окончания, скажем так, ультразвуком, дабы потом уже смазать, чтобы вот эти вот окислы здесь поотбивать, вот и всякую дрянь, что будет весьма неплохо. Так что вот такие у нас грандиозные планы с тросами. Ну и соберем пульты. Мы, собственно, продолжаем. Значит, пульты уже собраны, смазаны, чистенькие. И остается их только собрать. Ручку газа и вот тут вот все, что касательно троса обогатителя, также почищено. Но и тросы после ультразвука висят, ну, что называется, обтекают, сохнут. Потом мы их через смазчик помажем и будем все это собирать до кучи. В принципе, уже остается, ну, не так уж и много на самом-то деле. Вот, так что, в принципе, все идет вполне себе в нормальном ключе. Никаких проблем пока что дальше не наблюдается. Да и, в принципе, наверное, уже и не будет. Все, что могло быть, оно уже случилось. Ну и в основном вот только с передней тормозной машинкой некоторые вопросы были, а в остальном все хорошо. Ура, наконец-то пульты полностью собраны. Контакты все вот эти вот они в синенькой смазочке. Это смазка для клемма КБ, но она сюда для контактов прекрасно подходит и работает. И на этом, собственно, переборка пультов у нас закончена. Снял я рычаг сцепления. То есть внутри какая-то как клейстер смазка. Вот здесь то же самое. Ну, полугрязь, полукаши, полусмазка. Трос, соответственно, у нас тоже вот такой шубе, но износ я на нем не вижу, нигде он не распушен, ничего. Так что сейчас через смазчик вместе с остальными тремя тросами, то есть два троса газа прямой обратной и трос сдвоенный обогатетеля. Их мы через смазчик все помажем вместе с тросом, собственно, сцепление. И наступит у нас благодать в этом плане. И можно полностью уже будет собирать переднюю часть, оформлять прямо окончательно. То есть поставим пульты, ручку газа, там туда-сюда. В общем, всю эту красоту наведем. И, наверное, должно быть все хорошо на этом моменте. Вот. Ну и как говорил, сейчас уже прям я целенаправленно направлен. Да, такие вот у нас изречения. На то, чтобы лезть в клапана, так как карбюратор ультразвуком уже чистится. Воздушный фильтр у нас готов. И у нас скоро идет прям совсем установка карбюраторов. Фаза ней, соответственно, замена масла, антифриза, там туда-сюда. Да и двигаемся, в целом двигаемся, да. Так, тут у нас повесился смазчик с растопом. В общем-то, трос сцепления смазал. Растоп, ну, очень классная штука, потому что у него капиллярный эффект. Он, типа, расползается вот так вот, проникая в жилы тросов и так далее. И по лужице вот здесь, которая образовалась, видно и очевидно, что протекло все насквозь. Соответственно, трос внутри, как минимум, будет смазан. Цепление будет выжиматься мягче. Ну и дольше он прослужит. Несмотря на то, что они старые. По точно такому же алгоритму, собственно, смазан трос пускового обогатителя. Вместо с делителем все тут насквозь. Вот тут следы запотевания от масла, хоть я и протирал. Ну и троса газа точно так же смазана. Ручка газа консистентной смазкой смазана. В колпачки, где устанавливаются пружинки и, собственно, заслонки, пускового обогатителя набил смазки. Потому что там обычно ее никогда не бывает. Все это загнивает, сгнивает пружины и так далее. Ну и ручек сцепления также весь промыл, нанес смазку. То есть все у нас будет работать замечательно. Пульты у нас давно готовы. Вот они лежат. И, соответственно, теперь ничего нам не мешает полностью собрать переднюю часть. И, в свою очередь, у нас тут карбюратор уже один на чистовую зачищается. Ну, она выключена. Включена это выглядит вот так. И вам это слушать не очень сильно приятно. Поэтому выключаю. Ну и, собственно, покажу разницу до-после по карбюраторам. Пока что у нас один есть в процессе. И так будет немножко поинтереснее. И так, значит, у нас собрана передняя часть. У нас же даже работают там и кнопочки, и стартер, и переключалка ближнего и дальнего, и поворотнички, и биби-туту. Все работает. Троса смазана. Вот я, смотрите, одним пальцем на холодном моторе все это выжимаю. Троса газа. Вот они у нас ходят свободно. Ну и самое приятное, это троса обогатителя. Заслонки открываются синхронно. Открываются они с усилия пальца. То есть никаких вопросов вообще к ним нет. Ну и получается, карбюратор хотел показать. Ну вот попытка показать контраст. То есть было-стало. То есть вот чищенный карбюратор, а это, собственно, не чищенный карбюратор. Ну, мне кажется, что разница очевидна, и она заметна. Вот. Поэтому на этом, собственно, мы пока что этот день закончим. Но он останет, конечно, следующий. Почистил я, наконец-то, карбюратор ультразвуком. В общем, после чистки не выявилось больше ничего плохого. Мембраны без трещин, без дырок. С ними все хорошо. И состояние карбюраторов, в общем и целом, прекрасное. Нету никакого герметика, ни следов того, что в них лазили. То есть ни жиклера не сорваны, ни винты, ничего. То есть все у нас находится в прекрасном состоянии. Никаких вопросов у меня, по крайней мере, не вызывает. Так что можно с этим вполне себе жить, ездить и так далее. То есть остается только собрать. Полез клапана. Крышечки надо ультразвуком почистить, чтобы окислов на поверхности, ну, точнее, плоскости прилегания не было. Вот, по зазорам впуск у нас должен быть 0.15. И вот, хоть ты убейся, вон там видно 0.15, он зажат. А выпуск, ну, я туда не полезу, неудобно. Там радиатор у него 0.20, и там, наоборот, болтается щуп. Ну, со свистом пролетает. Короче говоря, у нас выпуск разжат, а впуск подзажат. Ну, ничего страшного в этом нету. На заднем цилиндре, я думаю, такая же будет ровная история. И лезть мы туда не будем. Ну, в смысле, будем настраивать, но показывать нет. И вот я не понял, снял лючки. Вот там что-то, и тут что-то. То есть это очень похоже на солидол. Каким образом оно может здесь оказаться, я не знаю вообще. То есть, по какой причине. То, что это так масло в отложение пошло от долгого простоя. Ну, блин, я не знаю. Как по мне, это очень странно. И обычно такого никогда не бывает. И верх мотора при этом абсолютно чистый, как слеза. Ну, посмотрим, какое масло мы оттуда сольем. Мне теперь уже стало интересно. И судя по окислам на кольце фильтра, ну, где завальцовка идет, то есть, его выворачивали вот очень давно. Когда последний раз, видимо, мотоцикл поставили. И сколько он лет там стоял, неизвестно. В общем, такая история. Короче, собираем сейчас карбюраторы. Настраиваем клапана. И, надеюсь, сегодня нас уже будет ожидать, ну, хотя бы запуск. Почистил лючки клапанов. Теперь посадочные места без окислов. Уплотнительные резинки, на удивление, хорошие. Карбюраторы полностью собраны. Ну, и сравнивая с тем, что было, это, конечно, небо и земля. Сейчас они выглядят просто замечательно. Вот. Значит, клапана настроил. И, в принципе, получается, что у нас есть абсолютно все для того, чтобы установить карбюраторы обратно. Ну, и перед этим лючки, потом корпус воздушного фильтра. И ура! Похоже, сегодня, может быть, состоится первый запуск. Чему я был бы, на самом деле, несомненно рад. Так, я установил карбюраторы, воздушный фильтр, подключил все троса, залил бензин. Он даже там бульк-бульк сделал и ушел. Мотор абсолютно ледяной. Соответственно, вообще, судя по всему, мотоцикл будет запускаться впервые чуть ли не за полгода, что ли. То есть, он прибыл с аукциона, стоял там сколько-то на хранении. Потом приехал ко мне, я его не запускал. И вот он у меня стоял до сегодняшнего дня, пока я все не сделал без бензина. То есть, в баке не было бензина. В нем есть какое-то масло. Это тоже радует. Значит, все-таки на крышке был реально какой-то следол странного вида цвета. Ладно. Короба воздушного фильтра пока нет. Если все сейчас запустится, заработает, запыхтит, тогда мы его поставим, чтобы прогреть нормально и отсинхронизировать карбюратора. Вот. Ну и, короче, это. Кстати, да, на нем аккумулятор, на удивление, живой. Его там, чтобы достать, надо крышку снимать, там лезть к нему. А он вот как стоял, сколько-то реально, чуть ли не полгода, он до сих пор крутит. То есть, я им крутил, когда еще... Что я делал-то? А, когда я его пытался завести, когда его с укола... эвакуатор разгрузили, но оказался он без топлива. Так, ну, короче, что, поехали. Так. О, на подсос реагирует плавно. Это уже хорошо. Так, винт холостого у меня явно накручен в небеса. А, он, он на двух тысячах... О, сбросил. А, ну, тут понятно. Синхронизация, до свидания. Тут никто, естественно, не собирается работать. Ну, и плюс нету корпуса воздушного фильтра, он немножко сходит с ума. Так, короче, сейчас, наверное, будет резонно открыть двери, чтобы не задохнуться. Накинуть теперь корпус воздушного фильтра, он у нас есть. Попробовать его прогреть и уже после этого отсинхронизировать, посмотреть, что из этого получится. И заодно как раз сразу посмотрим, включится ли вентилятор. И если включится, значит, у нас и большой, и малый круг откроются, ну, по температуре. И можно будет слить старый антифриз сразу и заняться заменой антифриза. То есть совместим приятное с приятным и полезное с полезным. Вот, короче, накидываю фильтр и пробую греть. На температуре что-то там было у нас около 90. Ну, тут все скачет, конечно. Вообще показывает мистику. О, о. Короче, на температуре там 88-90 с копейками вентилятор сработал. Значит, система охлаждения работает. Это уже радует. Вот. Далее по синхронизации. Все более чем хорошо. На этом моменте я явно слышу, что у нас он кипит. Кипит в расширительный бачок. Вот это вот интересные новости. при этом вентилятор сработал только... Слушайте, а не кипит. А воздух идет. Несмотря на то, что в расширительном уровень есть. Не очень понял, что за хрень. Короче, будем менять. В общем, сейчас он у нас остынет, чтобы не ошпарить с кипятком. И, как всегда, снимая патрубок с радиатора, будем сливать старый антифриз, промывать это все дистиллированной водой, после чего заливать новый. Ну, ничего нового, собственно. Сливый антифриз. Короче... Однажды я делал CD-RX, на который я делал дуги. И на этот тоже дуги предстоит делать. И вот антифриз воняет у них одинаково. Фу, блядь. Как будто корова обоссалась и сдохла. Фу, аж глаза слезятся от этого дерьма. А так, жижа, ну, мутная, естественно. Уже непрозрачная. Давно уже кислотой стала. Фу, из расширительного бачка эту дрянь сейчас тоже надо убирать. Просто потрясающе. О, какой замечательный антифриз. И пальчик черный. Сделано в Японии на века. Зачем менять? Надо было оставлять как есть. Залил второй раз дистиллированную воду. Самую, что ни на есть, обычную. Вот. Что касательно первой воды. Ну, достаточно позитивно чистая. Подушка радиатора упала. Ну, да ладно. А вот. Так что сейчас греем второй раз. Опять его до срабатывания вентилятора. И после этого уже будем сливать. И заливать антифриз. Чистенький, свеженький, прекрасный. Слил вторую дистиллированную воду. Но все уже более чем чисто. Дальше смысла страдать нет. Из расширительного бачка также он через шприц все выкачал. И, в принципе, остается теперь всю собрать систему охлаждения обратно. Надеть, надеть, повесить радиатор на подушке. И что? Залить антифриз. После чего мотор еще горячий будет до утра, наверное. Можно совершенно спокойно поменять масло. Что тоже сделать, конечно же, необходимо. Залил антифриз. Антифриз у нас айпончик. Вот под горло залит. Расширительный. Пока поверхние риски также залит. Почему я заливаю поверхние риски? Ну, потому что есть шанс, что где-то какая-то воздушная пробка. И лучше залить поверху, а потом откачать, чем когда система будет неполной. Вот, то есть мы сейчас мотоцикл еще раз запускаем, прогоняем. Всю эту систему опять до срабатывания вентилятора. Дальше он у нас остывает до утра. А утром мы спокойно доводим все уровни жидкости до верха. И, в принципе, на этом будет и все. Продолжаем колодовство с VX. Да и, по сути, завершаем. То есть у нас снято заднее колесо. Мы почистим, помажем цепь, натянем. Собственно, по заднему колесу надо его крутануть, по спицам посмотреть. Грузиков, естественно, нету отбалансировать. И здесь у нас мелочевка натяжителя и ненатяжителя. Все это почистить, чтобы залетало на ура. Ну и суппорт задний. Это у нас главный элемент переборки. То есть там также вон окисловидные. Вот, в принципе, ничего интересного. Стандартная история. Так что сейчас разберем, посмотрим, что нас ждет внутри. Удивительный и невероятно, но задний суппорт в данном случае лучше даже, чем передний суппорт. Поршень я вытащил руками. Просто вот так вот двумя пальцами оттуда чепоньку он вышел. Вот эта вот коррозия, она с большей долей вероятностью поверхностная. И проблемы, которые есть по этому суппорт, ну не проблемы, а момент обслуживания. То есть на направляющих, вот эта глиняно-земляная смазка. Ну вот, а в остальном даже на пальце вот этом вот, который вечно закисает. Это извечная проблема этих вообще суппортов на Хондах в целом. Здесь даже все отлично. То есть суппорт в намного лучшем состоянии, чем был передний. И это не может не радовать. Так что сейчас почистим все это и будет красота. Да, заднее колесо, конечно, доставило больше проблем, чем переднее. Заднее колесо можно было вот так вот брать и шатать влево-вправо. То есть ощущение, что я делал колесо от Драгстара, колесо вообще полностью разобралось. Благо спицы все крутились. То есть я, ну блин, по сути это я колесо заново собирал. Это не то, что ты там вывел, подвел восьмерку, а ты его просто вот все собираешь, по рядам тянешь, потом выводишь, подводишь. Ну ладно, вывел, подвел, отбалансировал, 25 грамм получилось. Колесо стоит вообще замечательно в любом положении. Вот как его захотел, так и поставил. Ну то есть в плане баланса прям получилось муа. Вот, так что с колесом мы тоже заканчиваем. Слава богу, с ним делать больше ничего не надо. Ну а остается дочистить все там от тормозов, не тормозов. Там оно варится и счастливо собрать. А дальше, дальше мы будем морально готовиться к дугам. Ага, может даже кино сниму. Это будут вторые дуги и я надеюсь последние. Потому что, ну, я тогда сказал, что я их больше не буду делать, но в принципе меня вроде как смогли смотивировать на то, чтобы я их сделал еще раз. И я, наверное, сделаю их еще раз. Хотя я не очень-то и хочу. Но постараюсь что-нибудь доизобрести. Ну как же мне не хочется их делать, если бы вы знали. Вот это все на хомутиках на хрен. Ну а такая дрянь, такая гадость. Ну да ладно. С этим тоже можно жить, с этим тоже можно работать. И мы все это переживем и будет все хорошо. Почищенные, подготовленные к сборке. Ну вот это вся история. Там мост, натяжители, демпферы и так далее. Демпферы на удивление вообще не убиты. Суппорт подготовлен. Также ультразвуком все почищено. Есть небольшие коррозионные ямки, где вот ржавчинка была. Но совсем незначительные. И вне рабочей зоны. Поэтому сейчас можно приступить к сборке суппорта. А соответственно и завершению всего этого удивительного процесса с вырыгцем. По крайней мере хочется именно так думать и верить. Идет все вроде неплохо. И не знаю. Ну есть еще проблемка. У нас лампочка сгорела в заднем стопоре. Но это наверное не столь большая проблема. И уж как-нибудь с этой величайшей бедой мы справимся. Ну вот как я люблю говорить. Суппорт полуфабрикатно собран. В общем-то все смазано. Везде направляющие смазаны. Везде смазка нанесена. И суппорт можно наконец собрать и уже собрать заднюю часть мотоцикла. А то я говорю это из ряда в ряд, а ничего не двигается. Ура, мы завершаем. Впритык хватило тормозухи. Вот прям совсем граммулька осталась. Но для того, чтобы полностью прокачать задние тормоза, мне это хватило. Так у нас все собственно установлено. Все прокачано. Остатками былой рост кашарит. Солодской смазкой смазал цепь. Натянул цепь. И в принципе нам остается на самом деле практически ничего. Нужно купить лампочку в задней стопаре. Ну и вот это вот все делал дособрать. И начинать делать дуги. Но где-то дуги это наверное будет совершенно другая иная история. Которая сюда не будет включаться. Так что надо купить рамку под номер. Да, надо купить... Как это называется-то господи... Лампочку. И вот на этом моменте собственно мы завершим. Все вот это мероприятие. Но вперед сбегать не будем. Поэтому все идет по плану. Ну вот и все. Мотоцикл полностью готов. Как я говорил у нас не горел стопарь. Теперь стопарь горит. Ну и собственно рамку под номер. Купил, поставил, прикрутил. Все замечательно. И вот теперь на этом моменте мы уже можем закачивать. Да. А в свою очередь значит вот это вот... Вот конструирование, к сожалению, никчемных дуг. Потому что на VRX можно сделать дуги только никчемные, к сожалению. Так как конструкция рамы не позволяет сделать что-то нормальное. Что будет нести функцию не декора. Вот. Поэтому очень сильно я не хочу их делать. Но... Будем делать. Вот. Значит. В принципе на этом мы заканчиваем. По этому мотоциклу у нас все. С вами была мастерская Панк Мотогараж. И я Сергей Панкратов. Ну и как я сказал, у меня на этом все. Всем пока. А, кстати, да. Никто, конечно, до этого момента не досмотрел. Я же говорил, что я куплю и установлю пыльничек на VRX на тормоз. Я все это как-то момент-то обходил стороной. А по факту я пыльник-то реально купил. Вот. Точнее я купил весь ремкомплект ради вот этого несчастного пыльника. И сейчас, коль у нас мотоцикл здесь стоит, есть такая возможность. А он стоит у нас в принципе-то дуг ради. Вот. Ну и сейчас все это... Ладно, проще ключом чем-то с рещоткой. Сейчас снимем. Ну да, конечно, давай все падает. Снимем рычаг тормоза. И, наконец-то... Блин, поставлю тебя стойкой так вот. И, наконец-то, короче, установим этот пыльник несчастный. Это, собственно, будет ознаменовать то, что мотоцикл гипер полностью завершен. И, если кто заметил, на нем уже и готовые дуги стоят. Так что с этим у нас тоже все завершается. Под пыльничек мы сейчас... Бля, что все падает? Под пыльник мы, дабы все там не гнило и отталкивало влагу, нанесем немножечко смазки. И, после чего, мы устанавливаем пыльник на свое законнейшее место. Сейчас мы там чуть-чуть его в пазик доведем. Вот и все. Вот на этом моменте прям совсем все стало хорошо. И я полностью удовлетворен плодами своего творчества, так скажем. Хотя, конечно же, нет, мне все не нравится. В общем, вот такая вот история. И на этом моменте теперь точно с этим вывексом все закончено. И как сюда, там, с вами была у панка, ага, мастерская панк-мода гараж, есть эти панкраты, там, туда-сюда. И история VRX закончена.